Порядка 800 ученых, профессоров, специалистов в области сельского хозяйства, фермеров, экспертов из ряда стран принимают участие в международной конференции по содействию и развитию почвозащитного и энергосберегающего земледелия. Организаторами выступили продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций и Министерство сельского хозяйства Узбекистана. На форуме отмечалось, что страны Центральной Азии имеют большой потенциал для внедрения ресурсосберегающего сельского хозяйства, учитывая, что новый метод практикуется на 12% пахотных земель мира. По словам экспертов, ресурсосберегающее сельское хозяйство в качестве стратегии производства и землеуправления может помочь этим странам в создании устойчивого сельского хозяйства. Его основные принципы включают в себя минимизацию механических нарушений почвы, обеспечение ее постоянным покрытием биомассой и диверсификацию сельхозкультур. Результат фермеры могут устойчиво и эффективно повышать производительность, сводя к минимуму эрозию почв, восстанавливая деградировавшие земли и сокращая уровень использования дорогостоящих машин и удобрений. В ходе конференции также рассматривался уровень развития ресурсосберегающего сельского хозяйства в регионе и определен потенциал для дальнейшего внедрения этой практики. Без устойчивого подхода к улучшению состояния почвы дальнейшего развития сельского хозяйства невозможно. Поэтому правительство поддерживает наши инициативы и мы совместно с Министерством сельского хозяйства, Ташкентским институтом инженеров, ирригации и механизации сельского хозяйства организовали эту конференцию. ФАО – это платформа для обмена опытом и знаниями из той части земного шара, где они есть, в другую часть земного шара, где они необходимы. И вот сегодняшняя конференция является этим примером для обмена знаниями, опытом между различными специалистами из различных стран и частей света. Поэтому я также на открытии пожелал студентов, чтобы они много выучили, много обменивались опытом, но именно для молодого поколения, чтобы они поняли, что то, что мы сейчас делаем, это для того, чтобы сохранить природные ресурсы для наших будущих поколений. В рамках международного форума представили более 30 технических презентаций по темам восстановления деградированных почв, управления водными ресурсами, сельсхозяйственная техника, социально-экономические и политические аспекты и смягчение последствий изменения климата. Здесь стоит отметить, что тематические исследования из 10 стран, включая национальную стратегию Узбекистана по продвижению ресурсосберегающего сельского хозяйства, направлены на то, чтобы показать практическую эффективность ресурсосберегающего сельского хозяйства.